Пётр Ершов, конёк-горбунок. Часть третья. Доселево Макар огороды копал, а нынче Макар в воеводы попал. Тарарали, тарара, вышли кони со двора, вот крестьяне их поймали, да покрепче привязали. Сидит ворон на дубу, он играет во трубу, как во трубушку играет, православных потешает. Эй, послушай, люд честной, жили-были муж с женой. Муж-то примется за шутки, а жена за прибаутки, и пойдёт у них тут пир, что на весь крещённый мир. Это приисказка ведётся, сказка после ей начнётся. Как у наших у ворот, муха песенку поёт, что дадите мне за вестку, бьёт сверх кровь свою невестку, посадила на жесток, привязала на шнурок, ручки к ножкам притянула, ножку правую разула, не ходи ты по зарям, не кажись, а молодцам. Это приисказка велась, вот и сказка началась. Ну-с, так едет наш Иван за кольцом на океан. Горбунок летит, как ветер, и в почин на первый вечер верст сто тысяч отмахал и нигде не отдыхал. Подъезжая к океану, говорит конёк Ивану. Ну, Иванушка, смотри, вот минутки через три мы приедем на поляну прямо к морю океану. Поперёк его лежит чудо-юдо рыбаки. Десять лет уж он страдает, а доселивание знает, чем прощение получить. Он учнёт тебя просить, чтоб ты в солнцевом селении попросил ему прощения. Ты исполнить обещай, досмотришь, не забывай. Вот въезжают на поляну, прямо к морю океану. Поперёк его лежит чудо-юдо рыбакит. Все бока его изрыты, чистоколы в ребра вбиты. На хвосте сыр-бор шумит, на спине село стоит. Мужички на губе пашут, между глаз мальчишки пляшут, а в дубраве меж усов ищут девушки грибов. Вот конёк бежит по киту, по костям стучит копытом. Чудо-юдо рыбакит так проезжим говорит, рот широкий отворяя, тяжко-горько воздыхая. Путь-дорога, господа, вы откуда и куда? Мы, послы, а царь-девица, едем оба из столицы, говорит киту конёк. К солнцу прямо на восток, во хоромы золотые. Так нельзя ли, отцы родные, там у солнышка спросить, долго ли мне в опале быть? И за кое пригрешение я терплю беды мученья? Ладно, ладно, рыбакит, наш Иван ему кричит. Будь отец мне милосердный, видишь, как мучащий я бедный. Десять лет уж тут лежу, я и сам тебе услужу. Кит Иван умоляет, сам же горько воздыхает. Ладно, ладно, рыбакит, наш Иван ему кричит. Тут конёк под ним забился, прыг на берег и пустился, только видно, как песок вьётся в вихрь ему ног. Едут близко или далёко, едут низко или высоко, и увидели ли кого, я не знаю ничего. Скоро сказка говорится, да дело мешкотно творится. Только, братцы, я узнал, что конёк туда вбежал, где, я слышал, стороною небо сходится с землёю, где крестьянки лёд придут, прялки на небо кладут. Тут Иван с землёй простился и на небе очутился. И поехал, будто князь, шапка на бок, подбодрясь. Эко диво, эко диво! Наше царство хоть красиво, говорит коньку Иван средь лазоревых полян, а как с небом-то сравниться, так под стельку не годится. Что земля-то? Ведь она и черна-то, и грязна. Здесь земля-то голубая, а уж светлая какая. Посмотри-ка, горбунок, видишь, вон где на восток словно светится зорница, чай небесный осветлится. Что-то больно высока, так спросил Иван конька. И это терем царь-девицы, нашей будущей царицы, горбунок ему кричит. По ночам здесь солнце спит, а полуденный порою месяц входит для покою. Подъезжают. У ворот из столбов хрустальный свод. Все столбы те завитые, хитро в змейке золотые, на верхушках три звезды, вокруг терема сады, на серебряных там ветках, в раззолоченных во клетках, птицы райские живут. Песни царские поют. А ведь терем с теремами, будто город с деревнями, а на тереме извест православный русский крест. Вот конек во двор въезжает, наш Иван с него слезает, в терем к месяцу идет и такую речь ведет. Здравствуй, месяц-месяцович, я, Иванушка Петрович, из далеких я сторон и привез тебе поклон. Сядь, Иванушка Петрович, молвил месяц-месяцович, и поведай мне вину в нашу светлую страну твоего с земли прихода. Из какого ты народа? Как попал ты в этот край? Все, скажи мне, не утай. Я с земли пришел землянской, из страны ведь христианской, говорит садясь Иван. Переехал океан с поручением от царицы в светлый терем поклониться и сказать вот так. Постой, ты скажи моей родной, дочь ее узнать желает, для чего она скрывает по три ночи, по три дня лик какой-то от меня. И зачем мой братец красный завернулся в мрак ненастный и в туманной вышине не пошлет луча ко мне? Так, кажись, мастерица, говорить красно, царица, не припомнишь все сполна, что сказала мне она. А какая то царица? Это, знаешь, царь-девица. Царь-девица? Так она, что ли, тобой увезена? Вскрикнул месяц-месяцович. А Иванушка Петрович говорит, известно мной. Вишь, я царский стременной, ну так царь меня отправил, чтобы я ее доставил в три недели в дворец, а не то меня отец посадить грозился на кол. Месяц с радости заплакал, ну Ивана обнимать, целовать и миловать. Эх, Иванушка Петрович, молвил месяц-месяцович, ты принес такую весть, что не знаю, чем исчесть. А уж мы, как горевали, что царевну потеряли. Оттого-то, видишь, я по три ночи, по три дня в темном облаке ходила, все грустила, да грустила. Трое суток не спала, крошки хлеба не брала. Оттого-то сын мой красный завернулся в мрак ненастный, луч свой жаркий погасил, миру Божию не светил. Все грустил лишь по сестрице, той или красной царь-девице, что, здорова ли она? Не грустна ли, не больна? Всем бы кажется красотка, да у ней, кажись, сухотка. Ну, как спичка, слышь, тонка, чай в обхват-то три вершка. Вот как замуж-то поспеет, так небось и потолстеет. Царь, слышь, женится на ней. Месяц вскрикнул, Ах, владей! Вздумал в семьдесят жениться на молоденькой девице? Достаю я крепко в том, просидит он женихом. Вишь, что старый хрен затеял? Хочет жать там, где не сеял? Полно, лаком больно стал. Тут Иван опять сказал, Есть еще к тебе прошенье, То о китовом прощенье. Есть лишь море, Чудо-кит поперек его лежит, Все бока его изрыты, Чистоколы в ребра вбиты. Он, бедняк, меня прошал, Чтобы я тебя спрошал, Скоро ли кончится мученье? Чем сыскать ему прощенье? И на что он тут лежит? Месяц ясный говорит, Он зато несет мученье, Что безбожие веленье Проглотил среди морей Три десятка кораблей. Если даст он им свободу, Снимет Бог с него невзгоду, Вмиг вся рана заживит, Долгим веком наградит. Тут Иванушка поднялся, С светлым месяцем прощался, Крепко шею обнимал, Трижды в щеки целовал. Ну, Иванушка Петрович, Молвил месяц-месяцович, Благодарствую тебя За сынка и за себя. Отнеси благословенье Нашей дочке в утешенье И скажи моей родной, Мать твоя всегда с тобой, Полно плакать и крушиться, Скоро грусть твоя решится. И не старый с бородой, А красавец молодой Поведет тебя к налою. Ну, прощай же, Бог с тобою. Поклонившись, как умел, На конька Иван тут сел, Свистнул, будто витязь знатный, И пустился в путь обратный. На другой день наш Иван Вновь пришел на океан, Вот конек бежит по киту, По костям стучит копытом, Чудо-юдо-юдо-рыба-кит, Так вздохнувши говорит, Что, отцы, Мое прошение, Получу ли когда прощение? Погоди ты, рыба-кит, Тут конек ему кричит. Вот в село он прибегает, Мужиков к себе сзывает, Черный грифкою трясет И такую речь ведет. Эй, послушайте, миряне, Православные христиане, Коль не хочет кто из вас К водяному сесть в приказ, Убирайся вмиг отсюда. Здесь тотчас случится чудо, Море сильно закипит, Повернется рыба-кит. Тут крестьяне, миряне, Православные христиане Закричали, Быть бедам! И пустились по домам, Все телеги собирали, В них немежко поклали Все, что было живота, И оставили кита. Утро с полднем повстречалось, А в селе уж не осталось Ни одной души живой, Словно шел мамай войной. Тут конек на хвост вбегает, К перьям близко прилегает, И что мочи есть кричит. Чудо-юдо-рыба-кит! От того твои мучения, Что без божия веления Проглотил ты средь морей Три десятка кораблей! Если дашь ты им свободу, Снимет Бог с тебя невзгоду, Вмиг все раны заживит, Долгим веком наградит! И, окончив речь такую, Закусил узду стальную, Понатужился, И вмиг на далекий берег Прыг! Чудо-кин зашевелился, Словно холм поворотился, Начал море волновать, И из челюстей бросать Корабли за кораблями, С парусами и грибцами. Тут поднялся шум такой, Что проснулся царь морской, В пушки медные полили, В трубы кованы трубили, Белый парус поднялся, Флаг на мачте развелся, Поп с причетом всем служебным Пел на палубе молебны, А грибцов веселый ряд Грянул песню на подхват, Как по моречку, по морю, По широкому раздолью, Что по самый край земли Выбегают корабли. Волны моря заклубились, Корабли из глаз сокрылись, Чудо-юдо-рыба-кит Громким голосом кричит, Рот широкий отворяя, Плесом волны разбивая, Чем вам, други, услужить? Чем за службу наградить? Надо ли раковин цветистых, Надо ли рыбок золотистых, Надо ли крупных жемчугов Все достать для вас готов? Нет, кит-рыба, Нам в награду ничего того не надо, Говорит ему Иван. Лучше перстень нам достань, Перстень, знаешь, царь-девицы, Нашей будущей царицы. Ладно, ладно, Для дружка и сережку из ушка. Отыщу я до зорницы Перстень красной царь-девицы, Кит Ивану отвечал, И как ключ на дно упал. Вот он плесом ударяет, Громким голосом зазывает, Осетриный весь народ, И такую речь ведет. Вы достаньте до зорницы Перстень красной царь-девицы, Скрытый в ящичке на дне. Кто его доставит мне, Награжу того я чином, Будет думным дворянином. Если ж умный мой приказ не исполните, Я вас... Осетры тут поклонились И в порядке удалились. Через несколько часов Двое белых осетров Киту медленно подплыли И смиренно говорили, Царь великий, Не гневись. Мы все море уж, Кажись, исходили и изрыли, Но и знаку не открыли. Только ёрш один из нас Совершил бы твой приказ. Он по всем морям гуляет, Так уж верно, Перстень знает, Но его как бы на зло Уж куда-то унесло. Отыскать его в минуту И послать в мою каюту, Кит сердито закричал И усами закачал. Осетры тут поклонились, В земский суд бежать пустились, И велели в тот же час От кита писать указ, Чтоб гонцов скорее послали И ерша того поймали. Лещ, услыша сей приказ, Именной писал указ. Сом, советником он звался, Под указом подписался, Черный рак указ сложил И печати приложил. Двух дельфинов тут призвали, И отдав указ, сказали, Чтоб от имени царя Обижали все моря, И того ерша гуляку, Крикуна и забияку, Где бы ни было нашли, Государю привели. Тут дельфины поклонились, И ерша искать пустились. Ищут час они в морях, Ищут час они в реках, Все озера исходили, Все проливы переплыли, Не могли ерша сыскать. И вернулись и назад, Чуть не плача от печали. Вдруг дельфины услыхали, Где-то в маленьком пруде, Крик неслыханный в воде, В пруд дельфины завернули, И на дно его нырнули. Глядь, в пруде под камышом Ерш дерется с карасем. Смирно, черти б вас побрали, Вишь, садом какой подняли, Словно важные бойцы, Закричали им гонцы. Ну, а вам какое дело? Ерш кричит дельфином смело, Я шутить ведь не люблю, Разом всех переколю. Ух ты, вечная гуляка, И крикун, и забияка, Все бы дрянь тебе гулять, Все бы драться да кричать, Дома нет ведь, не сидится. Ну, да что с тобой рядиться, Вот тебе царев указ, Чтоб ты плыл к нему тот час. Тут проказника дельфины Подхватили за щетины И отправились назад. Ерш, ну, рваться и кричать, Будьте милости, вы, братцы, Дайте чуточку подраться, Распроклятый тот карась Поносил меня вчерась При честном, при всем собрании, Неподобной разной бранью. Долго Ерш еще кричал, Наконец и замолчал, А проказника дельфины Все тащили за щетины, Ничего не говоря, И явились предцаря. Что ты долго не являлся? Где ты, вражий сын, шатался? Кит со гневом закричал. На колени Ерш упал, И, признавшись в преступлении, Он молился о прощении. Ну уж Бог тебя простит, Кит державный говорит, Но зато твое прощение Ты исполни повеленье. Рад стараться, чудо-кит, На коленях Ерш пищит. Ты по всем морям гуляешь, Так уж верно, Перстень знаешь, царь-девица? Как не знать? Можем разом отыскать. Так ступай же поскорее, Досыщи его живее. Тут, отдав царю поклон, Ерш пошел согнувшись вон. С царской дворней побронился, За платвой поволочился, И салакушком шести Нос разбил он на пути. Совершив такое дело, В омут кинулся он смело, И в подводной глубине Вырыл ящичек на дне, Пуд, по крайней мере, Воста. О, здесь дело-то непросто. И давай из всех морей Ерш скликать к себе Сельдей. Сельде духом собрались, Сундучок тащить взялися. Только слышно и всего У-у-у-у, да о-о-о-о-о, Насколько сильно не кричали, Животы лишь надорвали. А проклятый сундучок Не дался и навершок. Настоящие селедки Вомкнута бы вместо водки, Крикнул Ерш со всех сердцов И нырнул по осетров. Осетры тут приплывают И без крика поднимают Крепко ввязнувший в песок С перстнем красный сундучок Ну, ребятушки, смотрите, Вы к царю теперь плывите Я ж пойду теперь ко дну Да немножко отдохну Что-то сон одолевает Так глаза вот и смыкает Осетры к царю плывут Ерш-гуляка прямо в пруд Из которого дельфины утащили За щетины Чай додраться с карасем Ну, я не ведаю о том Ну, теперь мы с ним простимся И к Ивану возвратимся Тихо море океан На песке сидит Иван Ждет кита из синего моря И мурлыкает от горя Повалившись на песок Дремлет верный горбунов Время к вечеру клонилось Вот уж солнышко спустилось С тихим пламенем горя Развернулась озаря А кита не тут-то было Чтоб те вора задавило Вишь, какой морской шайтан Говорит себе Иван Обещался до зорницы Вынесть перстень царь-девицы А доселе не соскал Окаянный зубоскал А уж солнышко-то село И тут море закипело Появился чудо-кит И к Ивану говорит За твое благодеяние Я исполнил обещание С этим словом Сундучок брякнул плотно на песок Только берег закачался Ну, теперь я расквитался Если ж вновь принужусь я Позови опять меня Твоего благодеяния не забыть мне До свидания Тут кит чудо замолчал И, всплеснув, на дно упал Горбунок-конек проснулся Встал на лапки Отряхнулся На Иванушку взглянул И четырежды прыгнул Ай да кит-китович Славно Долг свой выплатил исправно Ну, спасибо, рыба-кит Горбунок-конек кричит Что ж, хозяин, одевайся Путь-дорожку отправляйся Завтра срочное число Чай-старик уж умирает Тут Ванюша отвечает Рад бы с радостью поднять Да ведь силой не занять Сундучишко больно плотен Чай-чертей в него пять сотен Кит проклятый насажал Я уж трижды подымал Тяжесть страшная такая Тут конек не отвечая Поднял ящичек ногой Будто камышек какой И взмокнул к себе на шею Ну, Иван, садись скорее Помни, завтра минет срок А обратный путь далек Стал четвертый день зариться Наш Иван уже в столице Царь с крыльца к нему бежит Что кольцо мое кричит Тут Иван с конька слезает И приважно отвечает Вот тебе и сундучок Да велика скликать полк Сундучишко мал хоть навит Да и дьявола задавит Царь тотчас стрельцов позвал И немедля приказал Сундучок отнесть в светлицу Сам пошел по царь-девицу Перстень твой душа найден Сладкогласом молвил он И теперь примолвить снова Нет препятствия никакого Завтра утром, светик мой Обвенчаться мне с тобой Но не хочешь ли дружочек Свой увидеть перстенечек Он в дворце моем лежит Царь-девица говорит Знаю, знаю Но признаться нам нельзя Еще венчаться Отчего же, светик мой Я люблю тебя душой Мне, прости ты мою смелость Страх жениться захотелось Если ж ты То я умру Завтра же с горя поутру Сжалься, матушка царица Говорит ему девица Ну взгляни-ка Ты ведь сед Мне пятнадцать только лет Как же можно нам венчаться Все цари начнут смеяться Дед-то скажет, внучку взял Царь со гневом закричал Пусть катока засмеются У меня как раз свернутся Все их царства полоню Весь народ искореню Пусть не станут и смеяться Все не можно нам венчаться Не растут зимой цветы Я красавица А ты? Чем ты можешь похвалиться? Говорит ему девица Я хоть стар Да я удал Царь-царица отвечал Как немножко приберуся Хоть кому так покажуся Разудалым молодцом Ну да что нам нужды в том Лишь бы только нам жениться Говорит ему девица А такая в том нужда Что не выйду никогда За дурного За седого За беззубого такого Царь в затылке почесал И нахмурився сказал Что же мне делать-то царица Страх как хочется жениться Ты же ровно на беду Не пойду Да не пойду Не пойду я за седого Царь-девица молвит снова Стань как прежде Молодец Я-то час же под венец Вспомни матушка-царица Ведь нельзя переродиться Чудо бог один творит Царь-девица говорит Коль себя не пожалеешь Ты опять помолодеешь Слушай Завтра на заре На широком на дворе Должен челядь ты заставить Три котла больших поставить И костры под них сложить Первый надо б наналить До краев водой студеной А второй водой вареной А последний молоком Вскипятя его ключом Вот коль хочешь ты жениться И красавцем учениться Ты без платья Налегке Искупайся в молоке Тут побудь в воде вареной А потом еще в студеной И скажу тебе, отец Будешь знатный молодец Царь не вымолвил ни слова Кликнул тотчас стременного Что, опять на океан? Говорит царю Иван Нет уж дудки, ваша милость Уж и то во мне все сбилось Не поеду ни за что Нет, Иванушка, не то Завтра я хочу заставить На дворе котлы поставить И костры под них сложить Первый, думаю, налить до краев водой студеной А второй водой вареной А последний молоком Вскипятя его ключом Ты же должен постараться Пробы ради Искупаться в этих трех больших котлах В молоке и в двух водах Вишь, откуда подъезжает Речь Иван тут начинает Шпарят только поросят Да индюшек, да цыплят Я ведь, глянь, не поросенок Ни индюшка, ни цыпленок Вот в холодный так оно Искупаться бы можно А подваривать как станешь Ты меня и не заманишь Полно царь хитрить, мудрить Да Ивана проводить Царь, затрясший бородою Что? Рядиться мне с тобою? Закричал он Но смотри Если ты в рассвет зари Не исполнишь повеления Я отдам тебя в мучение Прихожу тебя пытать По кусочкам разрывать Вон отсюда болесть злая Тут Иванушка рыдая Поблился на сеновал Где конек его лежал Что Иванушка не весил Что головушку повесил Говорит ему конек Чай наш старый женишок Снова выкинул затею Пал Иван коньку на шею Обнимал и целовал Ох, беда конек, сказал Царь в конец меня сбывает Сам подумай Заставляет искупаться Мне в котлах В молоке и в двух водах Как в одной воде студеной А в другой воде вареной Молоко, слышь, кипяток Говорит ему конек Вот уж служба Так уж служба Тут нужна моя вся дружба Как же, к слову, не сказать Лучше б нам пираньи брать От него-то, от злодея Столько бед тебе на шею Ну, не плачь же, бог с тобой Сладим как-нибудь с бедой И скорее сам я сгину Чем тебя, Иван, покину Слушай, завтра на заре В те поры, как на дворе Ты разденешься, как должно Ты скажи царю Не можно ли, Ваша милость, приказать Горбунка ко мне послать Чтоб в последний с ним проститься Царь на это согласится Вот как я хвостом махну В те котлы мордой макну На тебя два раза прысну Громким присвистом присвистну Ты смотри же не зевай В молоко сперва ныряй Тут в котел с водой вареный А оттуда во встуденый А теперьича молись Да спокойно спать ложись На другой день утром рано Разбудил конек Ивана Эй, хозяин, полно спать Время службу исполнять Тут Ванюша почесался Потянулся и поднялся Помолился на забор И пошел к царю во двор Там котлы уже кипели Подли них редком сидели кучера И повара, и служители двора Дров усердно прибавляли Об Иване толковали В тихомолку между собой И смеялись порой Вот и двери растворились Царь с царицей появились И готовились с крыльца Посмотреть на удальца Ну, Ванюша, раздевайся И в котлах, брат, искупайся Царь Ивану закричал Тут Иван Одежду снял Ничего не отвечая А царица молодая Чтоб не видеть наготу Завернулась в фату Вот Иван к котлам поднялся Глянул в них и зачесался Что же ты, Ванюша, встал? Царь опять ему вскричал Исполняй-ка, брат, что должно Говорит Иван Не можно ли, Ваша милость, приказать Горбунка ко мне послать? Я б в последний с ним простился Царь, подумав, согласился И изволил приказать Горбунка к нему послать Тут слуга конька приводит И к сторонке сам отходит Вот конек Хвостом махнул В те котлы мордой махнул На Ивана трижды прыснул Громким посвистом присвистнул На конька Иван взглянул И в котел тотчас нырнул Тут в другой Там в третий тоже И такой он стал пригожий Что ни в сказке не сказать Ни пером не описать Вот он в платье нарядился Царь-девица поклонился Осмотрелся подбодрясь С важным видом, будто князь Эка дива! Все кричали Мы и слыхом не слыхали Чтобы льзя похорошеть Царь велел себя раздеть Два раза перекрестился Бух в котел И там сварился Царь-девица тут встает Знак к молчанию подает Покрывало поднимает И к прислужникам вещает Царь велел вам долго жить Я хочу царицей быть Люба ли я вам? Отвечайте Если Люба, то признайте Володетелем всего И супруга моего Тут царица замолчала На Ивана показала Люба, Люба! Все кричат За тебя хоть в самый ад Твоего ради талана Признаем царя Ивана Царь царицу тут берет В церковь Божию ведет И с невестой молодою Он обходит в круг налой Пушки с крепости полят В трубы кованы трубят Все подвалы отворяют Бочки с фряжским выставляют И напившийся народ Что есть мочушки дерет Здравствуй, царь наш со царицей С распрекрасной царь-девицей Во дворце же пир горой Вина льются там рекой За дубовыми столами пьют Бояре со князьями Сердцу Люба Я там был Мед Вино и пиво пил По усам хоть и бежала В рот ни капли не попала Субтитры подогнал «Симон»